Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Все время служу Богу, а счастья нет. Как быть? Надеюсь, это не мой коллега-сослужитель спрашивает, и служение Богу предполагается не служение у алтаря, а в контексте служения жизнью любым мирянинам. Как у Авдорофе написано, есть ложь словом, ложь делом и ложь жизнью. Так и, в общем-то, служить Богу можно и словом, можно и делом, можно всей своей жизнью. Это уже такая некоторая высшая степень служения Богу, когда ты не мыслишь себя вне Бога служения, вне служения людям, вне служения Господу Богу. Речь идет не о том, что ты наденуешь на себя облачение, машешь кадилами и стоишь в алтаре, молишься, а о том, что ты исполняешь заповеди Божии, особенно социального характера. Помните замечательную притчу о Страшном суде, где Господь ставит акцент не на том, сколько постов ты соблюдал и сколько поклонов клал, отделал ли ты голову, накормил ли ты голодного, напоил ли жаждущего, посетил ли в темнице больницы находящегося, насколько ты вообще гостеприимен. Помните такую заповедь, помните такую притчу? Не помните, так знаете, как важно быть социально активным человеком. И вот человек говорит, служу Богу, счастья нет. Хочу ответить вам словами замечательной великой княгине преподобного мученица Елисавета. Опишет она следующее. Счастье состыд не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно лишиться. Уж кому как не ей этого знать. Потерявшего не только мужа, но и в 17-м году всё своё имущество. Варфу Мрининскую обитель милосердия, основанную этой великой княгиней, рекомендую посетить всем. Дальше. Всего этого можно лишиться. Настоящее счастье, пишет она, то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Что же это за счастье? Ты его найдёшь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив. Можно не пытаться осчастливить весь мир, хотя бы сделать близких людей счастливыми. Мужа, жену, детей, родителей, коллег по работе, подчинённых, начальника. Радуйте других людей собой. Пусть хотят люди общаться с вами, видеть вас, слушать вас, говорить вам. Пусть радуются плодами твоих трудов и забот. Ты должен быть таким, чтобы человеку замёрзшему духовно и душевно подойти, и он бы согрелся бы тобой. Твоими словами, твоим утешением. Чем больше людей будут тобой облагодетельствованными, тем радостнее тебя будет. Вот. Действительно, велики слова Спасителя, что блажение давать, нежели брать. Блаженство ведь это счастье. Да, оно выше, чем счастье, потому что затрагивает не только земное бытие, но и небесное. Не только земную, временную жизнь, но и загробную, вечную. Тем сильнее звучат эти слова. Потом постарайтесь не только брать, брать, брать всю свою жизнь. Знаете, в некоторых случаях это ходит до того, когда человек уже не может не заниматься собирательством, у него дом превращается в какой-то мусорный бак на самом деле. И ничего не выкинет, всё пригодится, ничего лишнего. Ещё какие-то средства собирает, постоянно копит, умирает. Потом находит валюту ещё старорежимную. Там тысячи 25-рублёвых купюр, которые даже на блаженном рынке никто уже не покупает. Так что попробуйте так. Попробуйте находить людей, которым хуже, чем вам. И постарайтесь им помогать. Ведь если два духовных инвалида обнимутся, то они доскачут, дойдут, доползут, добредут. Из точки А в точку Б. Дойдут до спасения, дойдут до радости, дойдут до счастья. Будет с кем поговорить, кому душу излить. Поэтому будьте лучиком добра, будьте лучиком света, будьте человеком, который прост, лёгок, внимателен, эмпатичен и снисходителен. И люди к вам потянутся, и вам будет хорошо от этого. Кое-где надо будет, конечно, поставить преграду, кое-где надо будет человек остановить. Подумать в духе послания апостольских дедахе, который говорит, пусть милостыня запотеет в руке твоей, нежели ты её дашь. И относиться рассудительно ко всем людям, которые ищут твоей помощи. Но именно в этом обретается истинное счастье. Начните с семьи, а там глядишь, вашу любовь распространится за пределы тех, кого вы любите по своей природе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok